Ребятки, день добрый. Как видите, я нахожусь в магазине Huawei, рядом с кроссовером M9, а рядом XA нет. Дело в том, что компания BMW отказались, снова отказались поставить рядом для сравнительного теста двух машин. Я решил немного схитрить для того, чтобы понять, что там вообще такое. Мы приехали к дилеру BMW, и я им предложил записать сравнительный тест двух машин. X5 и новый Lincoln Nautilus. Они куда-то позвонили в отдел медиа, и им дали согласие. И тут я им говорю, а давайте-ка вместо Lincoln на сравнение поставим Huawei M9. Они пошли куда-то опять звонить, приходят и говорят, отказ. Они позиционируют себя, как лучшие машины на планете. В чем тогда проблема? Почему с Lincoln Nautilus да, с M9 нет? Вы же лучше. А я вам объясню, почему они не хотят. В Китае этот автомобиль перебил по продажам любые машины BMW. И те, которые сильно дешевле его, и те, которые дороже. Все вы, наверное, уже слышали, что у немецкой тройки на самом крупном рынке мира посыпались продажи. У BMW за последние два месяца вообще полный кердык. Они посыпались еще и сильнее, чем у Mercedes и Audi. Продажи M9 стартовали в феврале этого года. Тогда был не полный месяц, они чуть успели продать. В марте уже полный месяц они продали 16 тысяч машин. Это в три раза больше, чем BMW X5 и более чем в два раза, чем Li 9, Li Sian. Это очень серьезные цифры. И многие тогда подумали, ну это ажиотаж, появилась новая модель, ее так все ждали, сейчас пойдет на спад. В апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре, за октябрь еще не было свежей статистики. Они продали по 15 тысяч машин в месяц, там какие-то месяцы было даже больше. Помимо сравнительного теста, мы сегодня с вами попытаемся понять, в чем феномен этого автомобиля. Почему он продает в два раза лучше, чем Li 9 и в три раза лучше, чем X5. Ну и вдобавок я вам покажу пятиместную версию. Они словили кураж, запустили, решили разбавить линейку и добавили еще и пятиместную версию. То есть два ряда сидений. И кое-что интересное в багажнике. В общем, присаживайтесь поудобнее. Мы склеивали как могли. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Почему я решил сравнить эти два автомобиля? У M9 появилась пятиместная версия, два ряда сидений. Разница в длине между X5 и M9 в 17 сантиметров. А вот колесная база у них одинаковая. Случилось то, что я говорил на автовыставке. В Китае из-за резкого падения спроса на немецкие машины, месяц назад BMW неофициально, втихаря с под прилавка, помимо скидок на свои электрички, запустили скидки и на весь бензиновый ряд. Теперь самая ходовая версия X5 и XDrive40 стоит ровно столько же, сколько и M9. Сейчас я вам покажу замер шумоизоляции двух машин в одном и том же месте. Фанатикам BMW лучше поставить на паузу и пойти на кухню принять пилюли. От греха подальше. В момент замера отпущу газ полностью. Вы это увидите по оборотам. На приборке вы видите два значка, слева означает, что у меня режим с включенным ДВС. Справа спорт режим с принудительной работой ДВС, не позволяющий батареи садиться. Точно так же в момент замера отпущу газ, чтобы не рычал ДВС. Субтитры делал DimaTorzok В багажник M9 можно дозаказать допом вот такую историю. Она, конечно, съедает весь багажник. Если вы та семья, которая максимум сумки супермаркета, и это для вас важнее, то это было бы интересным решением, если вы часто выезжаете куда-то отдохнуть. Сидение вот так складывается. Здесь еще вот такой столик. Все это выезжает. Мне вот было интересно, оно выезжает легко или нет. Нет, оно не очень легко выезжает, но оно на колесиках. А, оно тяжелое. Все, я понял. Оно ездит хорошо. Звук есть какой-то? Вот немножко есть. Чуть-чуть ушел куда-то. Здесь есть раз, два. Вот это интересно, наверное, да, посмотреть? Кстати, можно заказать частично. То есть седухи можно вообще не брать, можно заказать только вот эти шкафчики. Ага, они на магнитиках. Смотрите, как прикольно. Хорошо. Здесь подушки. А вот это интересно, как их. Ага, вот так. Вот так. Как и в трехрядной версии, у меня здесь есть кнопки, которыми мы, во-первых, можем опустить подвеску вниз-вверх и можем сложить сидение. Вот есть кнопка сложить сразу и левое, и правое. Для любителей посидеть сзади, здесь голый пластик, и при желании можно посидеть. Ниша. Там могла бы быть запаска. Здесь материалы внутри чуть-чуть победнее, чем в М7 Huawei и в М9. Чуть-чуть победнее. Сегодня мы сравниваем М9 и версию X-Drive 40. М-серия слишком дорогая для того, чтобы ее... За М9 просят 80 тысяч долларов плюс-минус. За X-Drive 40 до недавнего времени просили 100 тысяч. Это все плюс-минус в зависимости от курса. Помните, недавно на последней автовыставке я сказал, что электрических немцев они начали продавать в два раза дешевле втихаря с под прилавка? Внимание! Недавно они начали продавать весь бензиновый модельный ряд втихаря с под прилавка на 15 тысяч долларов дешевле. На 15. X-Drive 40 уже можно забрать не за 100, как раньше, а за 85. Но, насколько я понимаю, только китайцам. На экспорт эти машины не отдают. То есть, раньше у американцев BMW, Mercedes, Audi были подешевле, чем в Китае. А сейчас они уравнялись. Давайте проверим на скрипт. Слушайте, надену микрофон, чтобы лучше было слышно. Лучше, чем Mercedes и лучше, чем Audi. Однозначно. Скрипит, конечно. Но нет такого прям вообще разваленного. Вот как в гелике последнем. Ну, это просто вообще, ну, какая-то тарантайка просто, а не машина. Здесь как-то все сбито. Оно не люфтит. Просто, понимаете, скрипит еще, может скрипеть по-разному. Я же руками чувствую, оно скрипит и люфтит. Или просто такой плотная сборка, но при этом со скрипами. Здесь плотная сборка, приятная, но со скрипами. По материалам. Это кожзам. И кожа бывает только в М-серии, насколько у меня получилось узнать. Это натуральное дерево. Кожзам мягкий. Какого качества кожзам? Хорошего качества. Вопросов нет. Хорошего качества. Здесь кусочек из дерева. Одно место для беспроводной зарядки телефона. И оно без обдува и непонятно сколько ватт. Подстаканник. Внутри все пластик. Вот это место для беспроводной зарядки телефона могли хотя бы обтянуть алькантарой. Нет пластик. Здесь куча живых кнопок. Спасибо. Воздух. Экран. Что о нем говорить? Вы все знаете. У него офигенная цветопередача. К ней никаких вопросов нет. То есть картинка классная, но он просто тамогоч. У него мало герц. Он смешной. В общем, как в старых телефонах. Все сидения кожзам. Кожа за доплату. Также за доплату спереди массаж, вентиляция, подогрев. Сзади за доплату может быть только подогрев. Да, больше ничего. Здесь все обычная ткань. Алькантара может быть за доплату. Когда я впервые снимал этот автомобиль, мне эти экраны не понравились. Именно из-за них вот какое-то было отношение к этому интерьеру сразу такое немножко отталкивающее. А теперь смотрите сюда. Я тогда не полистал нормально и не увидел вот это. А вот так посимпатичнее. И уже рамки не такие толстые. И уже экран не кажется таким громоздким и лишним здесь. Я вообще не против экранов. Я просто не люблю, когда один вот так торчит, как у Теслы по центру. Вот это мне больше всего не нравится. Или когда там вот как в других Хуавеях, вот здесь вот такой торчок у них есть, у Седана. Тоже мне не нравится. Здесь во всю длину и вот именно черная вот такая тема. Я думаю, что можно найти еще чернее и будет просто идеально. Вопрос снимается. Вот так мне нравится. Сегодня мы не будем говорить о дизайне вообще. Х вообще мой самый любимый немец. И по мне сочетание дизайна снаружи и внутри, я говорю только про Х5, только про него. Не про какой другой BMW, конкретно про Х5. По моему вкусу это самый красивый кроссовер на планете. Но на вкус и цвет вы знаете, поэтому сегодня о дизайне вообще не говорим. Продукт в центр. Тут вообще цемент. Ну нет вопросов в сборке. 5 с минусом. Давайте вот здесь проверим. Ну вот здесь вот есть вот этот ободок, да. Живой воздух. Два места для бесправной зарядки телефона. Пишут Super Charge. Сколько ватт, не знаю. Наверное, много. И это все и оба с обдувом. Это натуральное дерево. Здесь кожа Napa. Натуральная кожа Napa. Два подстаканника. Шайба. Все хорошо нажимается. Здесь, как видите, режимы вождения. Еще один спикер. Здесь все замша. Мягкая. Harmony OS. Английский язык в базе. 5G интернет. В общем-то, сама система, конечно же, просто в разы круче, чем в BMW. Потому что это просто то же самое, что на iPad, в смартфонах. И, в общем-то, сами понимаете, максимально удобно пользоваться. И голосовой помощник здесь просто, наверное, на 10 голов круче, чем там. Качество картинки, ну, наверное, такое же. Я бы не сказал, что оно лучше. Там классная картинка в VIXE и вопросов к самой картинке нет. Футляр для очков. Обтянут тканью. Весь потолок алькантара, магниты, лампочки. М9 автодвери. И спереди, я думаю, сзади, да. Пятиместная версия. Смотрите, доводчиков нет даже за доплату. Пневма есть за доплату. Дверная карта. Все полностью кожзам. И сверху, внизу, в центре есть маленький кусочек из дерева. Музыка есть разная на выбор. Напишу, какая. Для того, чтобы выйти из машины, нажимаем два раза кнопку. Двойное стекло. 2,5 тонны снаряженной массой. 25 спикеров Huawei Sound. Это замша. Натуральное дерево. Вот здесь по центру кожа напа натуральная. И внизу кожзам. Отличного качества. Мягкий. Дверная карта. Все полностью кожзам. И сверху, внизу, в центре есть маленький кусочек из дерева. Музыка есть разная на выбор. Напишу, какая. Вот эта расцветка кофе. Это новая расцветка. И мне кажется, она... Тут дерево. Да, дерево темное. И это самая симпатичная. Отделка салона, как мне кажется. Пассажир справа здесь уважаемый человек. У него здесь есть вот такая интересная таманка. Ага. Ну давайте тогда мы тоже будем... Раз нас уважают и мы будем уважать, снимем обувь. Запутался в кнопках. А нулевой гравитации нет. Все, просто ровное сидение. Конкретно в этой машине сидения простые, базовые. Да, можно взять за доплату посерьезнее сидение. Здесь будет чуть-чуть удлинитель. Но большой атаманки с подножником нет ни в каких вариантах вообще. У пассажира справа есть небольшая шкатулка, обтянута тканью. И сюда вставляются парфюмы. У водилы здесь есть свой собственный потайной ящик, обтянут тканью. У него есть зарядный порт. Чего там еще у него есть? В общем-то вот так. Все. А да, чуть не забыл. На него можно поставить пароль. Те семьи, которые рассматривают этот автомобиль, но им не нужен третий ряд сидений, и они возьмут себе двухрядную вот эту пятиместную версию, получат комфорт на заднем сидении уровня Мерседеса Майбах. Я ни в коем случае не преувеличиваю. А все потому, что здесь за 80 тысяч долларов продают алькантара, замша, дерево. По центру натуральная кожа Napa. Все сидения натуральная кожа Napa. Массаж, вентиляция, подогрев. Массаж, вентиляция, подогрев. Пожалуйста, столик. Сзади единственное, что я думаю, это все-таки кожзам. Сзади кожзам. Но он по технологии Napa очень гладкий. Имеется, как вы поняли, не знаю, видно оттуда или нет, холодильник. Спинка в максимально поднятом положении. И я бы уже ехал далеко и хорошо даже отдохнул бы. Могу опуститься так, я бы спал. И подушечка сзади такая же, как и в лисянах. Кто знает, тот поймет. Голова в раю. А сейчас абра-кадабра. Не погодите. Подлокотник давайте изучим. Здесь опять суперчардж. Два места для беспроводной зарядки телефона. Но, как видите, обдув там обдув. И слева, и справа. А здесь обдув только справа. Все. Здесь человек не такой уважаемый. Есть все обтянуто. Есть зарядный порт. Здесь дерево. Два подстаканника. Два подстаканника. Теперь я смело нажимаю вот сюда. Снимаю обувь. Атаманочка. Она у меня уже есть. Давайте еще выше ее поднимем. А она еще. А она даже вот так поднимается. Так, давайте-ка теперь шторку. А шторка у нас у трехрядников в центральном ряду. От глаз до полотна расстояние было, помните, я говорил, ну такое, просто среднее. Среднее. Хотелось бы сидеть подальше. И вот здесь как раз вы сидите подальше. Здесь вопросов нет вообще. Класс. Пультик. Я могу выйти, еще раз выйти. Как видите, как мышкой бегать по тачпаду. Скролить вверх-вниз. Включать себе два раза. Я вытащил подголовник. И давайте попробуем. Как я и думал, вытащив подголовник, можно сделать ровный диван. Сюда продается, скорее всего, матрас. Я более чем уверен. Который под анатомию. И здесь можно сделать. Здесь то же самое будет. Поэтому можно, как и в Лесяне, здесь двойной диван устроить и спать. Полноценно. 108 сантиметров роста. Сел за самим собой. Перед коленом три кулака. Наверное, в М9 будет четыре. Забыл померить. Ну, там чуть-чуть больше. Но при этом здесь достаточно его. Над головой кулак. Не обращайте внимания на вот это. Просто вот не можем снять. Какая-то, в общем, непонятная история. Я так и вообще не понял, что это. Скорее всего, во что-то раскладывается. Елки-палки. Это не кожа. Все полностью кожзам. И, как вы видите, есть здесь два места в спинках. Для того, чтобы установить планшеты дополнительно, если вы хотите купить. Они не предлагают. В систему они не зашьются, как у Huawei. Ты не сможешь голосом что-то включать. И вообще просто иметь подключенный планшет к машине. Просто будет планшет, который будет отдельно на кабели. Это лучше, чем ничего. Согласитесь. И хорошо, что так. Здесь могут быть два планшета. Дверная карта сзади такая же, как спереди. Ну, по идее, я должен был начать сейчас прикалываться. Но с BMW я не буду этого делать. Люди делятся, те, кто любят BMW, делятся на два типа. Одни, это у кого BMW головного мозга. Там трусы со значком. Плаги. Там, в общем, слезы. Или там в драку лезет за эту машину. Ну, шизанутые люди. И второй тип, это люди, ну, фанаты. Фанаты марки. Давайте так это назовем. Я фанат марки BMW. Я не шизанутый. Поэтому прикалываться не могу. Но и сказать не могу о том, что это абсолютный бомж внутри. Просто бомж. Реальная цена этой машины, реальная ее цена, тысяч пятьдесят долларов. И это за трехлитровый с турбиной. Пятьдесят. Ну, давайте пятьдесят пять за историю. Пятьдесят пять за историю. Есть панорама на всю крышу. И она со шторкой. А здесь все просто. Экранов нет даже за доплату. Фары здесь с проектором. Где-нибудь на стену в тупике. Либо на природе на ветку простыню повешали. Либо просто стенд купили специальный, который продается на природе. Так его раскладываешь, простыню вешаешь. И, пожалуйста, смотрите фильмы всей семьей. В М9 сзади у пассажиров есть шторки. Х5 400 коней, разгон 5,5 до 100. У М9 4,9 до 100. Тут обычный ДВС, тупит в разгоне, педаль в пол, задержка в полторы секунды, даже в спорт режиме, потом только взрыв. Там электроразгон, все мгновенно, любые перестроения из ряда в ряд, у вас заряжена катапульта в любую секунду. Ну и обратная сторона этого. На скорости выше 150 км в час в М9 начнет падать мощность. Генератор не будет успевать заряжать батарею. А тут нет. Для дальнобойщиков эта машина подойдет лучше. Тормоза и там, и там не хватает. Разница лишь в том, что в М9 есть рекуперация, и вы можете ездить на одной педали газа. А тут придется дергать ее туда-сюда по старинке. Расход топлива обсуждать не будем, в М9 он значительно меньше. А теперь смотрите. Все те, кто с серьезным видом рассказывает, что X5 это X5, а немцы это немцы, оказались в, мягко говоря, незавидном положении. То, что происходит в Китае, четко доказывает обратное. В Китае есть официальный сервис и на М9, и на X5. Гарантия и все запчасти в наличии и на то, и на то. Китайцы, которые обожают статус и все импортное, показали в три раза больше спрос на М9. А Лисян, продавая всего пять машин в линейке, перебил по продажам немецкую тройку. BMW X3, который теперь с учетом новых скидок стоит ровно как Ли-7, даже после месяца скидок, показал в два раза хуже продажу. Об этом, я думаю, надо сделать вообще отдельное видео. Так что вы можете хоть прыгать, хоть бегать, хоть надувать пузыри, рассказывая про какой-то статус и историю, это больше не работает. Я имею в виду, массово не работает. Понятно, что есть и всегда будут метросексуалы и в Китае тоже, которым все время стыдно. И они живут с единственной целью показать всем окружающим, какой он мод. Но массово, массово, это больше не работают. И продажи это доказывают. М9 это комфортабельный лайнер. В вопросе комфорта X5 тут проигрывает. А всякие там Hyundai Santa Fe и тому подобные машины вообще в подметки не годятся. Комфортом я называю общее ощущение от шумоизоляции, плавности хода, мягкости подвески и отсутствия вибраций. В этом вопросе М9 очень похож на Li 9, но шумка тут все-таки лучше, чем в Li. И тут тише отрабатывает подвеска. Но и надо не забывать, что он дороже, чем Li на 20 тысяч долларов. Посадил на тест-драйвы сзади супругу, чтобы узнать ее мнение о комфорте двух машин с точки зрения пассажира сзади. Перевожу ее слова дословно. В М9 будто дома на диване, в лакшери комнате. Тихо, мягко и не хочется выходить. С заднего ряда X5 хочется сбежать как можно быстрее. Я всем советую сходить на тест-драйв этого автомобиля. Включите разные режимы и мягкий спорт, и вы получите мгновенную переоценку ценностей. В этот раз я лучше помучил М9 и должен сказать, что он все-таки немного лучше рулится, чем Li 9. Он такой же мега мягкий диван, но лучше шумка и рулится немного лучше. Сейчас покажу. 5960 резина свистит. Li 9 бы так не смог. Это я точно говорю, я на нем два года проездил. Тут большая батарея на 52 кВт часа. Есть гибридная версия X5 с батареей на 25 кВт часа и снова в два раза слабее. Он такой же пустой внутри, но еще дороже, чем X-Drive 40. Понятно, им батарея слишком дорого обходится. В общем, выезжая на природу, в Huawei Powerbank в два раза больше емкости. Да и просто по городу, на электричестве и в два раза дальше дальность хода. X5 подвеска отлично. Это единственное, что хочется похвалить в этой машине, кроме естественного ее дизайна. Рулится чуть лучше, чем M9, который на 17 сантиметров длиннее. Именно чуть-чуть, я подчеркиваю. Ничего сверхъестественного тут нет. Но он и жестче. Здесь ты отчетливо чувствуешь на асфальте то, что не чувствуешь в M9. Более острая управляемость, которая будет сильнее бросаться в глаза, только в BMW XM, который почему-то стоит как 3 M9. Кстати, новый XM практически нулевые продажи на китайском рынке. Менеджер говорит, люди приходят и первое, что спрашивают после тест-древа, за что такие деньги. Рассказывает мне историю, как один посетитель спрашивал у него, почему по цене XM в конце года XPEN собирается открыть предзаказ на летающий автомобиль. Дальше. Шумка тут слабее. Я лучше слышу асфальт. Вдобавок к слабому интерьеру шумка тоже удешевляет этот автомобиль по общим ощущениям. А закончим мы рядом с M9, потому что обещались понять, в чем же его феномен, почему он перебил по продажам машины, которые имеют 100 лет статуса и истории. Мне кажется, и я думаю, со мной все согласятся, секрет в том, что за 80 тысяч долларов такой охренетительной машины в истории еще не было. Разрыв. Вы поняли чего? Удачи, берегите себя.